Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя легенды. Как ты наверное уже понял, что понедельничный буст у нас провалился. Провалился в плане того, что он просто-напросто не записался по непонятным мне причинам. В общем, объяснение есть в игре Драконы Олуха, и здесь я наверное в конце этого ролика поставлю тот самый момент, на котором у меня оборвалось видео. Ну а сегодня вторник, и мы с тобой продолжаем играть. Так, что у нас? Лига Сёгунов. Забираем награды. Так, дальше у нас что тут по заданиям? Ага, все откатилось, все хорошо. Ну кстати, сегодня будет у нас с тобой тоже буст, потому что я больше уверен, меня сбросили. Да, Лига Сёгунов одна звездочка, окей. Давай-ка наверное сразу с тобой и стартанем. Кстати, я хотел приобрести кое-что в магазине, да? Кое-что. И это... Вот, вот оно. Ой, 60, хотел сказать 60 ДНК. Конечно же, 3 ДНК на Леонардо Космос. И еще завтра мы с тобой тоже получим 3 ДНК. Так, ну что? Начнем, наверное, мы... Так, подожди секунду. Откроем пак. Откроем с тобой пак. И начнем, наверное, с ареночки. Да? Откаты у нас... Вообще, сколько откатов? 11 штук. Я думаю, этого будет достаточно. Начнем. Так, обновить. Дадите мне кого-нибудь. Ну, давай возьмем... Во, Андрюху. Возьмем Андрюху с тобой. Как ты видишь, здесь 49-й, 50-й уровень. Поэтому... Бибок, подожди. Поэтому мы будем с тобой делать как будто понедельник сегодня, да? Возьмем слабеньких персонажей. И вместе с ними пойдет у меня Леонардо. То есть, достаточно будет одной вертушечки. И мы с тобой продвигаться будем дальше. Но это до продавремени. Конечно же. Хоба! Лежать всем. То есть, ну, грубо говоря, сегодня тоже, вот как в понедельник, мы с тобой делаем буст. Только с разницей в том, что мы будем подниматься с тобой по карьерке очень-очень медленно. Потому что уже, как бы, немножечко тут все-таки устоялось все. Так, 61-й ранг. То есть, в Лигу Сюгонов 3 звезды мы сегодня с тобой просто влетим. Понимаешь? С распростертыми объятиями. И никто нам здесь не помешает. Это я тебе точно говорю. Так, 50... Уже 55-й, 54-й ранг. Что-то уж больно быстро как-то они начинают повышать планочку. Тебе так не кажется? А мне кажется. Ладно. Лео, по-моему, сможет все-таки здесь еще выстоять. Наказать всех? Да. Но как только мы доходим с тобой до 60-х уровней, там уже все. Там придется, блядь, кого-то нам в помощь. Это называется подстраховочное лицо. Так, ну что же. Давай дальше смотреть. Так, 46-я позиция. Окей. 46-я, так 46-я. Нет, давай уж 15-20, как было. Вот. Амира. Причем, смотри, здесь 15-20. А тут 14-18. Офигеть, они сделали, конечно, тут разбросик. А может быть, я здесь зря сначала трачу все свои... Нет, не зря. Нет, не зря. Почему? Потому что нам нужно с тобой отыграть вот этих вот слабеньких столько, сколько возможно. Поэтому будем так и делать. Да, жалко, конечно, что серия, которая снималась в понедельник, оборвалась на самом неподходящем, так сказать, месте. Ну, что я тебе могу сказать? Я там бустанул довольно неплохо. Как ты видел, я получал награду за Лигу Сегунов 3 звезды. Без единого промаха мы там с тобой пролетели. Хорошо, что я не стал проходить там испытания. Так. Ну что? Если бы я испытания бы еще прошел, вот это было бы обидно. Данич. Ну, давай возьмем Данича. А так мы с тобой сегодня все это пройдем. Будем надеяться, что сейчас никаких косяков нету и все записывается. Потому что у меня такая программа, ребят, я не могу посмотреть, как-то сказать, нажать на паузу, да, и глянуть, а записываются там или нет. Мне нужно заканчивать полностью видео. Так, поехали. Опа. Нормуль. Пока Леонардо справляется со своими прямыми обязанностями и все у нас идет четенько. Мне бы хотя бы дойти до 60-х при помощи Лео. А там уже можно будет от него отказаться, я думаю. Ну, да, мы с тобой уже в Лиге Сегунов 2 звезды. 94-я позиция. То есть набрали потихоньку с тобой оборотики. Барсбек. Окей, пускай будет Барсбек. Нисколько не возражаю. Так, тихо ты. Что у нас тут? Раз, два, три, четыре. Так, ну что, делаем вертушку. И, надеюсь, они упадут. Да. Не хотелось бы, конечно, чтобы кто-то выжил и начал бомбить моих персонажей. А они 40-го уровня много не протянут. Так, ну что, давай, 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 прогружайся уже там. Двигаемся дальше. Давай 85-ю. Оу, 70-я даже. Это хорошо. Так, а мне дадут, может, что посерьезнее? Например, вот, 16-21 было. Давай-ка попробуем еще раз вытянуть. Этот билетик. Да хорош. Ну дайте мне 16-21. Ведь было же. Я ведь видел. Вот он, вот он, ребята. Это у нас Георгий. Ну что же, Георгий, ты меня выручаешь? Хотел сказать, как всегда. Как всегда не получится, потому что в первый раз он меня выручает. Так, соточка, да? Тут 60-й уровень. Раз, два, три. Я на всякий случай возьму, друзья мои, знаете кого? На всякий случай это будет Ванюша. Ну что, друзья мои. На следующей неделе мы с тобой апаем в платиновый ранг именно Ванюшу. Потому что очень много плюсиков от вас поступило. То есть это говорит об одном. Что все хотят, чтобы Ванька был прокачанным у нас в платиновый ранг. Так что ждем, как говорится, понедельника. Сейчас, друзья мои, немножко пореже стали выходить видосики. Но это все из-за того, что я занимаюсь ремонтом, переезжая, ребята. И как бы на это все у меня уходит очень много времени. И к тому же скоро я выйду на работу. Отпуск будет закончиться. И там, ну сам понимаешь, еще меньше станет времени. Так что пока наслаждаемся моментом. То есть я могу сейчас спокойненько себя посвящать и первому, и второму каналу, да? А когда выйду на работу, там придется уже чередовать. То есть один день видосики по одному каналу, через два дня видосики на другом канале. Так, ну что, Лео, Лео, я думаю, ребята, здесь уже один все не будет справляться. Ты сам видел только что, да? И возьмем мы с тобой в помощь, наверное, для начала зэка. Для начала возьмем зэка. Какие у нас уже уровни? Еще до сих пор сорок пятый, как ни крути. Сорок пятых и пятидесятых у меня очень-очень много. Надо уже выводить их на уровень шестидесятого уровня, мне кажется, да? Так, о, зэк неплохо, смотри, как, кстати, бросил бомбочку свою. Я даже не ожидал, что будет такой эффект, особенно Эйприл, она практически там рассыпалась. Осталось на нее дунуть, и она упадет. Так что недооцениваем зэка пока. Ну, понимаешь, здесь шестидесятый уровень. Ну, а мы с собой двигаемся дальше, и скоро уже будем в лиге сегунов три звезды. Наверное, даже после этого боя, скорее всего. Ну-ка. Горан. Пускай будет у нас Горан. Так, баксер так и лезет, вот так и лезет, он никак не может угомониться. Я, наверное, здесь возьму просто карайку, ее будет здесь более чем достаточно. А там у нас не отыгран кто? Слэш. Майки и Рафаэль. Вперед, как говорится, из песни. Шестьдесят второй уровень у противника. Блин, мне не нравится, что здесь морозильная кошка. Ну-ка, Лео, ты как, нормально отожгешь? И карайка, добивай, пожалуйста. Есть контакт. Да, друзья мои, все у нас удачно получилось, как говорится, без промахов. Без каких-либо эксцессов. Ну что же, продолжаем нашу эпопею. Двигаемся к нашей заветной мечте. Лига мастеров. Три звезды. Е-е-е. Сегун-троечка, ребят. Сегун-троечка. Так, здесь у нас... Джоша. Ладно, берем Джошу. Так, опять же, берем Лео. Единственное, чем, ребята, отличается этот буст от понедельника, то, что здесь я прохожу... Да не то, что даже прохожу, я просто подставляю своих слабых персонажей под имбу. А в понедельник, когда мы играем, да, мы с тобой начинаем с самого хвоста, то есть это 30-е и 40-е уровни, и без участия имбовых карт. Только уже в конце, да, когда никого не остается у нас, нам приходится их брать. А здесь, видишь, с помощью Лео только. Упс. Упс, тихо. Тихо, я тебе сказал. Майки, ты что делаешь? Джастин, ну-ка, давай свой запах изо рта. Классно. Все, друзья мои, превосходно. Крэнк даже ничего не успел здесь сделать. Такой жаробасен он там все-таки. Как же это вы додумались, да, до такого? Какой-то взять мозг, извини меня, с лапками, и всунуть его в какую-то машину. Так, ну что? 74-й ранг. 16-21. А не дадите мне что-нибудь посерьезнее, там, 16-22, я был бы не против. Скорее всего, нет. Ну ладно, Ману. Или возьмем, вот, Георгия лучше возьмем, потому что он уже один раз нам помог. Поэтому давай, наверное, его выберем. Возьмем с тобой супер-пупер Шредера. И здесь мы с тобой возьмем раз, два, три. Вот эту великолепную троечку. Ну что ж, погнали. А вот они, Орлы, стоят и лыбятся. Ну-ка, Лео, жги, родной. Супер Шредер. Твой выход. Классно. Все очень хорошо. Ну что же. Я думаю, что сегодня мы все-таки зайдем с тобой в Лигу Мастеров. Может быть. Может быть даже в две звезды. Единственное, что у нас с тобой заканчиваются откаты. И нам, видимо, придется с тобой идти сейчас и выполнять ежедневки. Скорее всего. Так. Жавьер. Прям какой-то француз. Француженка. Жавьер, значит, да, у нас. Так, ладно, пускай будет баксер 100. Нет, 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 нет. Лучше мы с тобой вот так сделаем. Ну, пускай вот эти вот будут. Опять же. Опять же неправильно делаю, друзья мои. Мы должны чисто имбой как можно больше зацепить слабых. Потому что дальше мы будем с тобой выше подниматься по рангу. И противник будет сильнее. Нам уже придется с тобой брать там двух, трех. Имбовых персонажей для того, чтобы здесь разрулить ситуацию. Немножко я неправильно делаю. Неэкономно, так скажем. Ну, что же. Здесь мы, как ты видишь, победили. И двигаемся дальше. Как только перепрыгнем с тобой балку в этот. В лигу мастеров. Одна звезда. Уже можно будет немножко расслабиться. Так. Итого у нас с тобой 29-я позиция. Угу. Один последний откат. Кто там? Аргентина. О, какое имя интересно, да? Аргентина. Давай с тобой возьмем, наверное, Донателло. Не будем мы тут никакого сплинтера брать. Возьмем просто Донателло и Леонардо. И все. 66-й уровень. Я думаю, должны все-таки мы здесь с тобой пробомбить. Так. Лео ходит первым. Потом будет Донателло. Так ведь? Ну, ему должно... Ё-моё. Ему должно хватить сил пробить. А, тут у нас еще майки. Ну, майки-то понятно. Стоп! Ё-моё. Доиграю сейчас, да? Ну-ка. Донни, Донни, Донни. Давай. Не шути. Есть. Офигеть. Ты видел, Бибоб? Да еще какой сделал суперудар-то, а? Один из сильных. Он полетел с гранатометом на моего майки. И тот, слава богу, выстрел. Каким-то чудом, роднулька мой, выстрел против 66 уровня. Так, и того, ребят, нет, еще не переходим с тобой. 14-я позиция. Окей. Так. Елена у нас тут. Хорошо, давай возьмем... Ага. Я понял. Откатики, друзья мои, закончились. Откатики закончились. Раз, два, три. Четыре. Сейчас будем наблюдать, как Усаги будет в соло. Справляться с имбой. Какой имбой? О чем я говорю? Это же не имба. Это всего лишь 62-й, 63-й уровень. Но это серьезные противники. Главное, чтобы постепенка легла на всех. Упс. А вот этого я не ожидал. Как Эйприл-то выжила? Блин, она же сейчас, ребята, будет хилять. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Нам надо уничтожить. Есть. Минус. Так, родной, руби его. Ты серьезно? Так, тихо-тихо, Усаги, давай. Ху, друзья мои, нам тут крупно, очень крупно повезло, потому что на всех висел постепенный урон. И они потихоньку-потихоньку умирали. Благодаря Усаги и его инициативе он все-таки успел добить врага. И да. Поздравляю нас с Лигой Мастеров. Откатов нету. Пойдем-ка мы с тобой, наверное, сюда. Заберем здесь награду. Пройти серию испытаний. Так, тут два отката. Тут пять. Сразиться в боях. Ну что же. В боях так в боях. Мы с тобой будем сейчас кого прокачивать? Опять же сплинтера. Здесь нам нужно получить четвертую ступень. Так, четыре шапки с напитками нужно, да? Одна есть. Вторая. Сейчас будет тыква выпадать мне. Ай-яй-яй. Давай, тогда вот здесь, может, попробуем. Теперь очки, да? Тыква, очки. Так, третья и последнюю шляпу дайте мне. Да чтоб тебе. Ну что вы один мутагент, пацаны. Так, здесь мы получили и восемь ящиков с инструментами. Восемь. Давай я попробую тут вытянуть. Так, комиксы пока идут нам. Раз. Два. Три. Четыре. Так, еще четыре остается, да? Пиццы вроде пока хватает. Так, пять. Ну. Шесть. Последние два. Последние два. Семь и последний. Твою же налево. Пицца кончилась. Представляешь? Пицца закончилась. Подожди, а куда? Ё-моё, я посмотрел не на тот, ребята. Я удар. И я дзюцу глянул. Ну что ж, будем прокачивать тогда удар. Я здесь, ты смотри. Здесь намного больше надо. Да, это же лопухнулся так. Окей. Давай заберем с тобой награды здесь. Так, пять откатиков, да, уже? Пройти серию испытаний. Ну, давай. Подожди, давай пройдем с тобой быстренько серию испытаний. Где у нас тут? Ага. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас моментально с тобой пробежим. Ну, чтобы полностью уже закрыть, как говорится, эти еженевки. Чтобы не глаза нам не мозолили. Так, Севермонтес тут. Восемидесятого уровня. Давайте так попробуем. Минус. Так, теперь. Опа. Не добитыш. Ну, куда ты лезешь, а? Вот куда ты лезешь со своей палочкой? А здесь у нас кто? Паукус. Бибоп. И... Крис Брэдфорд. Давай-ка я, наверное, вот так вот все-таки сделаю. И на всякий случай. Не хочу рисковать. Шум дождя успокаивает мои нервы. Так, Крис Брэдфорд, ты уж извиняй, парень. А эти должны упасть. Да, они должны упасть. Я думал, что они от постепенного урона упадут. Ну, мне пришлось, как ты видишь, их просто добить. Ладно. Двигаемся с тобой тогда дальше. А сейчас забираем все награды, которые у нас тут остались. И продолжаем нашу арену. А, нам еще нужно поднять уровень персонажа. Все, я вспомнил. Сколько у нас мутагена? Можно посмотреть. 26. Мне нужно сколько? 30. Ну что же, пойдем тогда продолжать арену. Я надеюсь, мы на арене с тобой соберем. 30 тысяч мутагена. О, Анатолий. Нет, Анатолия я брать не будем. Нафиг, нафиг. Этот майки нам не нужен. Андрей. Вот. Катю лучше мы возьмем. Екатерину. Возвращаем Леонардо. Так, пускай будет Рафаэль. Слушай, ну тут еще хватает персонажей. Если честно. 50-й, потом 60-й уровни. И на все, на все, про все 5 откатов. Мало. Ну, можно купить. Можно купить. Можно себе это позволить. Ага. Так, массовики-затейники. Есть. Это и Донателло-массовик, да? И майки. И он делает противный свой удар. Так, естественно, Рубящий получает в ответ. Донни, ты успокойся. А ведь он мог вызвать дрона. Но не стал. За это и поплатился. А если бы он вызвал дрона, скорее всего, кто-то из наших бы упал. Это, конечно, не точно. Но вероятность такая была бы. Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Какое место мы займем? 75-е? Даже 70-е. Что-то я сегодня вообще не угадываю. Так, Томас. Ну, давай возьмем Томаса. Так, Леонардо в откат. Здесь мы с тобой, наверное, возьмем железноголового. Раз, два, три. Железноголового, да, я беру. Вопрос в следующем. Он 80-го уровня. Но инициатива у него настолько тугая, что успеет ли он поставить провокацию или выпустить свои ракеты. Вот какой меня вопрос интересует. Если мы здесь хотя бы двух уложим, вот этого я и боялся. Вот именно этого, ребята, я и боялся. Не повторяйте моих ошибок. Железноголовый все-таки туго-дум. Причем конкретный. Вот из-за этого туго-дума мы и сфейлились. Почему так всегда происходит, ребята? Вот как я только сомневаюсь, и все, ребята. И так получается. О-о-о. Тут еще даже эти остались живые. Да. Неудачный был эксперимент. Полный провал, полная фиаско, друзья. Нет. Железноголового нельзя брать. В команду, когда у тебя есть слабенькие персонажи. Это просто подстава для них. Да я никуда сейчас не поднимусь. Всего лишь-то, сколько там, шесть позиций мы пролетели. Ладно, Андрес, давай. Берем лучше с тобой Усаги, наверное, да? И Армагон. Вот, Усаги, Армагон. Это вообще имбище. У Армагона инициатива практически как у Усаги. То есть можно не волноваться, что если Усаги здесь кого-то не добьет, то ты останешься без прикрытия. Ты останешься под хорошей и сильной защитой самого Армагона. Давай, добивай их всех. Тыдыч. Все. Замечательно. Ну что же. Давай тогда двигаться дальше. Нам реабилитироваться как-то нужно. Ну, я думаю, что здесь уже бесплезняк. Просто бесплезняк. Ну-ка. 46-я. Слушай, ну в Лигу Мастеров 2 звезды. В принципе, реально запрыгнуть. Наталья. Два последних, ребят, отката. Наталья. Раз, два, три. Возьму я, наверное, здесь Шархана. Хотелось бы, конечно, чтобы Шархан здесь ходил первым. Потому что его дебаф на понижение брони был бы очень кстати. Но ходит-то первым все равно наш Усаги. Угу. Ну, смотрим. Упс. Вот это да, ребята. Вот это вот называется. Да е-мое, ну ты заколебал. Это просто нам сейчас чудом повезло. Ну-ка. Лови. Нормуль. Ну, пикируй. Жжжж. Каладрадец. Бросай. Тыч. Так, ладно, ребят. Здесь мы с тобой, ну, обошлись, как говорится, легким испугом. Это хорошо, что он стал делать свой суперудар именно на Усаги. Ты видел? Усаги МБА и то отнял у него неплохо здоровье. А если бы он это сделал бы Кирби, тот бы и рассыпался бы на месте. Полет с гранатометом. Ну что, у нас тут кто? Агниешка. Агниешка? Ничего себе. Ну, я так понимаю, это от Агни. Есть такое имя Агни. Поэтому и Агниешка. Только не надо путать с гавном. Поняли. Ну, Ешка, короче, Ешка. ГЕшка. Так, погнали. А что у нас тут будет? Что-то ты у Саги хандришь в последнее время. Да в плане, как он мог... Так. Триндец. Я никак не мог подумать, что вот этот вот Бакстер Хрокман чепушило. Меня подставит так же, как и Железноголовый сегодня. Эти роботы просто тугодумы. Вот серьезно тебе говорю. Что Железноголовый, что этот Бакстер Стокман. Нет. Нет, все. Надо где-то пометочку ставить, что они... Самое такое для нас имбовое дно. Они прокачаны, но в инициативе они вообще, ребята, ни о чем. Мне приходится брать за свои, так сказать, провинности 10 откатов. Только так я смогу компенсировать вот эти вот ошибки. Которые были допущены сегодня. Совсем. Такое ощущение, что я просто разучился играть. Знаешь, или что-то здесь пошло не так. Ну, хотя, в принципе, ребята, 76-й и 75-й уровень. Я совсем забыл, что здесь наши два имбовых персонажа должны разрулить ситуацию. А я все пытался там одним вырулить. Так дело не получится, ребята. Конечно же. 76-й уровень. Почти предел. 78-й. Это максималка. А я тут делю Усаги или Леонардо. Ну ты, Рэй, молодец. Красавчик, ничего не сделаешь. Ничего не скажешь. Ну что, друзья мои. Опа, делаем с тобой вертуха, а? Вот так вот. И все, все. Вот теперь они упали. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Я думаю, где-то еще один-два боя. И, в принципе, все у нас будут отыграны. Ну-ка. Е-е. Лига мастеров. Две звезды, друзья мои, у нас в кармане. Так, здесь мы с тобой возьмем, наверное, Мамту. Так, его увеличать. Раз. Два. И. Раз. Два. Блин, Рокзар остается один. Просто не вудел. Ну что же, ради него придется, ребята, делать целый откат. Это, получается, раз, два, три. Это четыре персонажа нужно будет сделать по откату. Дорого же он мне встанет. Но не забывай, что я еще десять откатов могу посмотреть рекламу и получить. То есть, как бы, ну... Ладно. Ничего не потеряем. Только немножко с тобой выше продвинемся. Поэтому я, наверное, все-таки буду делать откат. Но сделаем с тобой немножко по-другому. Я возьму две имбы. То есть, Леонардо вместе с Усаги. Рокзар. И два каких-нибудь слабеньких персонажей, которые, ну, хотя бы немножко получат уровень. Так. Ян. Берем Яна. Здесь Лео Усаги. И погнали с тобой в самый-самый-самый хвост. Это будет Донни. И это будет еще один Донни. Вот так вот. И никак иначе. Ну-ка. Смотрим. Что у нас тут получается. Делает Усаги свои козырные. Потом Лео будет на добивке, в принципе. Тут на всех постепенный урон повесился. Поэтому они не жильцы. Все. Ради Нового Рокзара. Ну, это, так говорится, сегодня были мои косяки и ошибки. И поэтому я решил их вот таким вот образом загладить. Пускай даже себе в ущерб. Ну что, мы с тобой перемещаемся на 55-ю позицию. Почти полтишок. И двигаемся с тобой куда? Сюда. Во-первых, посмотрим. Накопили. Да. Все. Армагоша у нас прокачивается до 99-го уровня. А мы с тобой переходим на арену. Ой, на арену. Е-мое. О чем я? На испытания, конечно же. И будем, наверное, с тобой проходить вот это испытание. Да. А кто у нас тут будет? Давай посмотрим. Ху-ху. Пройдем полностью. Начнем, как говорится, да? Слушай, я думаю, мы полностью с тобой пройдем. Даже не вспотеем. Так, ну, здесь можно поставить на автобой, потому что, друзья мои, первые, наверное, пять боев, тем более с такой командой мы вообще разрулим на изи. А, возможно, даже и полностью пройдем на третью волну. И переходим с тобой на третью волну. Так, здесь будут грибочки. А значит, грибы будут и дальше. И это плохо. Так, минус. Десятый уровень, короче, разбирается на изи. Так, ладно. Допустим. Кого мы там с тобой получаем? Пиццелицева? По-моему, да? Могу ошибаться. Сейчас посмотрим. Ну, давай, давай, давай. Что так долго грузишься там? Нет, это паукус. Пиццелицева будет вторым. Ну, что же. Погнали. Двадцать пятый уровень. Также никаких проблем не будет. На автобой и просто-напросто смотрим. Слушай, ну, нам для того, чтобы прокачать Армагошу до сотового уровня, нужно всего лишь 30 тысяч мутагена, да? Я думаю, наверное, серия другая и он будет топчиком у нас. А кого следующим будем прокачивать? Вот что меня интересует. Ну, по скиллам понятно. Мы будем с тобой качать пока спринтера. Но кого мы будем переводить на сотовый уровень? Вот как у меня вопрос интересует. Если есть, ребят, предложение, то пишите в комментариях. Так, окей. Можно, конечно, майки перевести на сотовый уровень. Но что-то мне подсказывает, что оно того не стоит. Может быть, Донателло? Или кого-нибудь еще? Так, ну что, у нас третий эпизод и Крип. Поехали. Думаю, здесь тоже никаких особых проблем у нас не возникнет. Сам понимаешь, 30 уровень. Это буквально нарасплюнуть для нас. Так, второй эпизод. Ой, второй эпизод. Вторая волна. Какие ужасные здесь крысы, на самом деле. Как будто как мертвичатина какая-то. Так, и последняя волна у нас. Ага. Доня упал. Крип упал. Змейка вену отдуплился. Замечательно. Ну что же. Неплохо, я тебе скажу. Неплохо. Двигаемся с тобой дальше. Так, ну давай, давай, давай. Хорош тут уже. Прокручивать мне это все. И идем с тобой на четвертый эпизод. А тут у нас идет Леонардо. Ролевой. Кстати, он у нас, по-моему, не прокачанный, да? По фуке. Я имею в виду именно по звездочкам. А вот Рафаэль. Ролевой как раз-то прокачан. Так, давай ставим на автобой. То есть, Рафаэль как бы нам не особо здесь нужен. Потом идет кто там. Микеланджело. Ролевой. Тоже, кстати, не прокачанный у нас. Он, по-моему, даже самый слабый. И Донателло. Донателло ролевой. Я не помню, если честно. Как у него там с прокачкой? Но я знаю, что нам нужен будет кожеголовый. Вот он-то мне как раз нужен. Так, сороковый уровень опять же падает на изи. Норм. А вот и кожеголовый. Ты, кстати, заметил, что когда мы с тобой забегали сюда, его можно было заметить стоящим возле люка. Если ты этого не заметил, ты можешь перемотать и глянуть. Там, когда забегают они в сокровищницу, там видно его было. Так, ну что, он одуплился. А мы с тобой переходим на пятый эпизод. Так. Причем здесь только такая гора золота, да? Сюда не хватает только скружи Магдака, который любитель поплавать в золоте. Причем две ДНК дают. Не одну, а две, ребят. Так, ну что. Ну, этот Рафаэль нам не нужен. Вот Майки и Дони. И плюс кожеголовую. Вот эти ребята мне нужны. А Рафаэль все, как говорится, свое отмучился. Он теперь у нас в фулочке пять звездочек имеет. Единственное, что только перевести его в платиновый рамк. Но опять же, это все быстро не получится, друзья мои. Почему? Потому что осколки. Слушай, а я вот думаю, может быть нам потом с тобой, знаешь, как делать серии? Вообще не играть, а мне копить за кадром на платиновые осколки, например, там месяц. И раз в месяц выпускать серию по черепашкам, когда мы кого-то переводим в платиновый рамк. Как тебе такая идея? Пиши, пожалуйста, об этом в комментарии, что ты думаешь. Так, окей. Замечательно. И у нас последняя четвертая волна. На тебе. Окей, упал. Молодец. Завалил все-таки скелетушу. Так, и крысиный король. Блин, не упал. Хотя нет, упал. Замечательно. Ну что, остается, я так понимаю, у нас всего лишь два эпизода. Два ведь или три? Нет, по-моему, два. Это у нас Донателло и Кожиголовый. Собственной персоной. А, у нас еще... Подожди. Это сейчас только Рафаэля, да? Блин. Да, тогда, ребята, еще три эпизода. Это получается шестой, седьмой и восьмой. Ну, этот эпизод мы с тобой тоже довольно легко пройдем, потому что уровень какой там? Пятидесятый? А, шестидесятый. Все равно легко пройдем. Потом, значит, будет семидесятый и самый последний будет восьмидесятым уровнем. Ну, у меня самый слабый здесь только, получается, кто? Майки. Армагон немножко, да, как-то не так смотрится, потому что девяносто девятый уровень. Хочется уже, чтобы было соточка. Так, ну что, добиваем скелета. Третья волна. Так, тут у нас четыре скелета плюс Человека Гриб. На, не уронили. Теперь упал. Замечательно. В минус. Ну, скелеты тут вообще, ребята, на ези просто падают. Норм. Так, а здесь у нас уже с тобой Донни и Леонардо. Каким-то образом здесь затесался паук, непонятно зачем. Майки, ну зачем ты это сейчас делаешь? Ну, это не нужно абсолютно. Он еще и провокацию берет, а? Ну, Рафаэль. Вот, Армагон правильно делает. На! Ну, он шикарен, конечно. На 99 уровне, ребята, он так валит всех. Ну что, у нас получается с тобой еще два эпизода, да? Ладно. Нам с тобой не привыкать. Микеланджело ролевой в кармане. Пойдем теперь за Донателло. 75 уровень. То есть, подожди, а последний будет 85, получается так? Ага. Ладно. Так, этих наказываем, наказываем. Уже пять волн. А на последнем эпизоде, по-моему, будет шесть волн. Слушай, ну эти скелеты и рыцари вообще падают на изи. С полтыка. Ну, правильно, они трухлявые. На! Так, и мы с тобой идем на третью волну. А на третьей волне кто там? Пять скелетов. Ну, давай, Майки, покажи им свой гнев. Так, ага, красиво. Отлично. Давай, Рафаэль. Тыч, рассыпался. Ну, это можно было и не делать, если честно. Это уже понты идут от Майки. О, месть. Давно не было. Мести давно не было. Так, что у нас тут? О, все ролевые, да? Майки, Дони, Лео, Раф. Окей. Допустим. На тебе. Ну, добей его. Молодец, Майки. Так, заблочили. Берем провокацию на Рафаэля. Так, 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 так. Замечательно. Уроним? Уронили. Ну, и последнее. Вон, смотри, вещь наверху стоит. Вон он. Прям видно даже его, как он там через... В люк у него свисали его косы или что это там такое? Не могу понять, какие-то веревки. А, усы. Он же, типа, костюм дракона какого-то взял, да? Я так понимаю. Да, костюм дракона. Причем у него баллоны сзади. То есть он еще огнем дышит. Угу, угу. И вот когда мы его подбили, у него эти баллоны как раз-то и лопнули. Отчего и начало его здесь мотылять туда-сюда. Ну что, ребята, у нас с вами остается последний, заключительный на сегодня эпизод. Естественно, мы с тобой его пройдем. И получим две ДНК на коже голового. Вперед из песни. Но тут... 85 уровень. В принципе, друзья мои, мы должны пройти. Единственное, кто у нас в зоне риска, это Майки. Почему? Потому что он 90 уровня. То есть они могут его пробить, если честно. Но, надеюсь, мы этого не допустим. Нифига, что-то мы тут раздухарились. Тихо, ребята. Так, Рафаэль берет провокашку. Опа. Да, уклоняшку нам, да? Понизили. Переходим на вторую волну. Ага. Здесь чисто рыцари. Мне кажется, что рыцари почему-то слабее, чем эти скелеты. Не хватает именно второй атаки. Ну, Майки. Ну, мог бы просто нунчаками побить. Ну, твой вот этот понт, он здесь вообще неуместен, если честно. Так, на третьей волне смотрим, кто у нас тут. Скелеты. Окей. Причем, смотри, у каждого скелета на щите разный знак. Где-то тигр, где-то демон какой-то нарисован. Я раньше почему-то на эти мелочи не обратил внимания. А сейчас меня интересует. А знаешь почему? Потому что я могу полностью стоять и рассматривать, кто как выглядит. Так как все идет у нас на автобоне. Так, что у нас тут? А здесь у Леонардо, да? Ролевого. Посмотри, на щите дракон. А мне раньше казалось, что там просто, ну, белосиний щит. Нет, там действительно у него картинка дракона. А если хорошечно посмотреть на посох Донателло, то видно, что посох хрустальный, да, шарик там. И в этом шарике что-то есть. Какая-то, я не знаю, какая-то картинка, не картинка, а какая-то фигурочка там. Так, ну что, вот он опять же. Так, стоп, 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 друзья мои, стоп. А здесь надо самому, потому что можно сфейлиться. Естественно, берем уклоняшку. Так, погнали. А, мы его заблочили же. Ну все, парень. Я просто не видел, что когда Усаги сделал первый удар, он его заблочил. То есть нет возможности ему применять свои суперудары. Ну что же, вот так вот, ребята, на изи мы прошли с вами это испытание. И это круто на самом деле. Довольно хорошее испытание, довольно много наград. Мы еще сейчас с тобой попробуем два разика крутануть. Ну-ка. Фигово. Да, е-мое, ну, ребят. Ну, если честно, фармить вот этот вот эпизод стоит. Потому что здесь Кожеголовый, Донателло, Майки. Ну, Майки единственное, что нам не нужен. А вот остальные, да. Ну-ка. Кстати, вот тут... Нет, все-таки вот этот лучше. Ну, можно и вот этот пофармить. Здесь, правда, Рафаэль, но он и здесь мешается. Этот Рафаэль. Остальные, в принципе, нам нужны. В общем, там уже определимся, да? Ближе, как говорится, к теме. Ну вот, сегодня мы неплохо поиграли. Я, наверное, пойду пока за кадром набивать себе вот эту самую энергию на откаты. Ну, а с вами мы прощаемся. Всем удачи и до новых скорых видосиков. И в конце, кстати, я выложу... Всем привет, дорогие друзья. Хорошего вам настроения. С вами Рэй. Мы продолжаем играть в черепашки, не интеллигенды. У нас закончился турнир и я забираю свой приз. Так, Бакстер Муха. Ну что же, 9500 сюрикенов, плюс Муха, 50 ДНК, 90 золотых оскоков и 75 платиновых. Плюс еще здесь награда. Все, отлично. Так, сразу идем с тобой сюда и смотрим. Блин, тут у нас Хан. Ну почему именно Хана, а? Я хотел кого-нибудь другого, если честно. Давай посмотрим, что по испытаниям. Так, Горская война, свет в темноте. Это кто у нас будет? Ага, мне нужен только лишь Рокстеди здесь и все. Так, себе испытания. А здесь у нас... А здесь у нас, кстати, Донателло, Кожеголовый и Леонардо. Ну это еще более-менее, это можно будет поиграть. Потом еще Спринтер и Платиновый, это будут у нас Черепашки. Так, осколочки. Ну что? Давай, наверное, начнем с Буста. Хотя, подожди, вначале мы сделаем задание все. Кстати, хочу поздравить всех девочек, девушек и женщин с 8 марта. Поздравьте своих бабушек, мам и сестер с этим великолепным праздником. Ну что же, давай, наверное, начнем, как всегда, с осколков, да? На Сплинтера. Там, кстати, нужно будет много их. И к тому же, мне нужно будет купить телепорты. Так, Сплинтер, ты где? Вот он. Навыки. Так, нам нужно с тобой слово Сенсея. Слово Сенсея. Так, посмотрим. Хватит ли у меня? А, у меня не хватит, ребята, финансов. А как же интересно, я буду проходить тогда задание. Блин, мне придется просто тратить тупо 500 долларов на 100 телепортов, друзья мои. Да. Только для того, чтобы пройти вот эти вот задания. Ну что же, где у нас Сплинтер? Сколько здесь нужно и чего? Так, три кошки. Давай попробуем найти. Так, здесь мимо. Тоже мимо. И тут мимо. Зашибись. Вот это мы с тобой фармим кошечку. Давай здесь. Да что такое? Что за непруха, а? Да вы и сделаетесь. Они мне не хотят давать кошку, ребята. Просто не хотят. Вообще трэш какой-то. Эй. Так, вот одна наконец-то выпала с горем пополам. Давай следующую. Вторая. И последняя, третья. Все. Дальше нам нужно с тобой 6 шляп вот этих с напитками. Одна есть. Вторая. Хорош, хорош. Кстати, мы уже с тобой задание выполнили, поэтому давай его забирать. Раз, два. Так, пройти серию испытаний и дальше что у нас? Поднять уровень персонажа. Давай серию испытаний быстренько с тобой пробежимся. Куда я лезу? Вот что значит, ребята, попутать день с ночью. До 10 дней шоркаешься, да? Не спавшую всю ночь. Потом ложишься спать, встаешь. Голова совсем ничего не соображает. Конечно же, мне нужно смятение из другого измерения. Поехали. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы их тут в хлам всех разнести. Но буст сегодня у нас, ребята, не получится. Он как бы будет, но не на первых минутах. Сейчас 7 часов вечера. А откат у нас произошел, ну, где-то в 3. Да? То есть уже прошло 4 часа. Но, тем не менее, ребята, мы можем с вами неплохо поиграть на этой арене. Неплохо. И никто и ничто нам не помешает, верно? Так, забегаем сюда. Тут у нас мутагеноид. И плюс крип. Естественно, они сразу же получают звездюльку. Так, крип, падай давай уже. Смотри-ка, а. Вот жучара. Мутагеноид тогда. Усаги, ну давай, блокируй. Он его взял, вообще завалил. Ха! Так, маузер тут выпендриваются. Минус крип. Давай вот так вот сделаем с тобой. Угу. И добивочку одному. И второй сейчас от контратаки погибнет. Так, замечательно. Здесь мы с тобой тоже прошли. Значит, у нас остается только лишь поднять уровень персонажа. И ты, надеюсь, уже догадался, кто это будет. Это будет Армагон. Да, я хочу его прокачать до 20... Ой, 20. Какой 20? 98 уровень. Так, в магазине можно, в принципе, забрать пак. У нас есть с тобой, да? Вот он. Бесплатный. К северу Монтес. Собственной персоны. Так, смотрим. Поднять уровень персонажа. Ну... Пока все равно не хватает Мотагена у нас. Пойдемте, ребята, на арену. Так, значит, 11-11. Давай посмотрим. Может быть, дадут 11-12? Хотя я в этом очень сильно сомневаюсь. Не дают, да? Жмутся, понимаешь? Жмутся тапки. Слушай, я сейчас боюсь, мы доиграемся, что и 11-11 мне перестанут давать. Так что давай, наверное, возьмем... Вот. Марлан. Берем с тобой Марлана. Идем в самый хвост. Нашей команды. И выбираем 30-й уровень. Я думаю, что он, в принципе, сейчас на изи разорвет их всех. Ну, ты сам понимаешь, 30-й уровень все-таки. Что-то голос у меня какой-то охрипший. Извините, ребята, если что. Так, давай. Давай масухой забомим. Окей. И Донни. Поздно, Донни, бросаться. Когда здоровья не осталось, да? Ну что же. Первая победа за нами, и мы с тобой двигаемся дальше.